Беседа 14, 133, Деяние 5.34 Встав же в Синедрионе нектофарисея именем Гамалиил, законоучитель, уважаемый всем народом, приказал вывезти апостолов на короткое время. Этот Гамалиил был учителем Павла, и достойно удивления, как он, будучи так благоразумен и при том законоучитель, еще не уверовал. Не может быть, чтобы он остался совершенно неверовавшим, как видно из слов его, в которых он предлагает свой совет. И повелел, говорит, вывезти апостолов на короткое время. Посмотри на благоразумие его речи и на то, как он тотчас привел их в страх. Сказав, мужи израильские, подумайте сами с собой о людях сих, что нам с ними делать, чтобы не навлечь на себя подозрения в согласии с теми апостолами, он обращается как бы к единомыслящим с ним, и выражается не слишком резко, но говорит им как бы опьяневшим от ярости. Что с ними делать? Не поступить, и говорит, просто, и как попало. Ибо незадолго перед теми явился Февда, выдавая себя за какого-то великого. И к нему пристало около четырехсот человек. Но он был убит, и все, которые слушались его, рассеялись и исчезли. Вразумляет их примерами, именно чтобы успокоить их, указывать на человека, увлекшего за собой очень многих. Прежде указания на примеры он говорит, подумайте в себе. А после указания выражает свое мнение так. После него во время переписи явился Иуда Галилеянин и увлек за собой довольно народа. Но он погиб, и все, которые слушались его, рассыпались. И ныне говорю вам, отстаньте от людей сих и оставьте их. Ибо если это предприятие и это дело от человеков, то оно разрушится. А если от Бога, то вы не можете разрушить его. Берегитесь, чтобы вам не оказаться и Бога противниками. Как бы так, говорю. Погодите. Если и эти явились сами по себе, то ничто не помешает им рассеяться. Чтобы вам не оказаться и Бога противниками. Отклоняет их и невозможностью, и бесполезностью. Не сказал, кем те были истреблены, но просто рассыпались. Может быть, считая излишним говорить о том. А последующими словами научает их, если это дело человеческое, то не будет нужды вам беспокоиться. А если Божие, то и при всех усилиях вы не в состоянии будете преодолеть. Речь его показалась разумною. Так что они послушались и решились не убивать апостолов, а только подвергнуть бичеванию. Они послушались его, призвавшие апостолов, били их и запретившие им говорить об имени Иисуса, отпустили их. Смотри, после каких чудес они подвергаются бичеванию. Но, несмотря на то, проповедь их еще с большей силой продолжалась, и они учили и дома, и в храме. Они же пошли из Синедриона, радуясь, что за имя Господа Иисуса удостоились принять бесчестие. И всякий день в храме по домам не переставали учить и благовествовать об Иисусе Христе. В эти дни, когда умножились ученики, произошел у еленистов ропотно евреев за то, что вдовицы их пренебрегаемы были в ежедневном раздаянии потребностей. Не в те именно дни, о которых говорится выше, но как обыкновенно употребляется в Писании, об имевшемся случиться впоследствии времени. Писатель говорит как бы о происходившем тогда же. Потому он так и выразился. Еленами, я думаю, он назвал тех, которые говорили по-еллински. Потому что тогда евреи говорили по-еллински. Вот еще искушение. Лучше сказать, если захочешь вникнуть, то и ты увидишь, что с самого начала у них была борьба изнутри и от вне. Тогда 12 апостолов, созвавши множество учеников, сказали «Нехорошо нам, оставивши Слово Божие, пищить о столах». Справедливо необходимо, нужно предпочитать более необходимое. Но смотри, как они тотчас же и об этом прилагают попеченье, и проповеди не оставляют. А как они были достопочтеннее других, то поэтому и получают высшее назначение. Итак, братья, выберите из среды себя семь человек, изведанных, исполненных Святого Духа и Мудрости, и их поставим на эту службу. А мы постоянно пребудем в молитве и служении Слова. И угодно было это предложение всему собранию. Избрали Стефана, мужа исполненного верой и Духа Святого, и Филиппа, и Прохора, и Никанора, и Тимона, и Пармена, и Николая Антиохийца, обращенного из язычников. Их поставили перед апостолами, и сии помолившись возложили на них руки. И Слово Божие росло, и число учеников весьма умножалось в Иерусалиме. Из священников очень многие покорились вере. Но обратимся к вышесказанному. Мужи, внимайте себе. Посмотри, прошу, какой кротостью здесь говорит Гамалиил, и как кратко выражается перед ними. И не представляет древних примеров, хотя имел их, но указывает на недавние, которые могли убедить особенно сильно. Потому и прикровенно выражается так. Перейти им, как бы говоря, за несколько дней, если бы он прямо сказал отпустить этих людей, то и на себя она влегла подозрение, и Речева не имела бы такой силы. А при помощи примеров она получила надлежащую силу. Для того он вспоминает не один пример, а и другой. Хотя мог бы привести и третий. Обилием их показывая и справедливость своих слов, и их отклоняя от убийственного намерения. Отстаньте от всех человеков. 135. Смотри, как он кроток. Он говорит не длинную речь, но краткую. И о тех примерах упоминает не с гневом. И все, которые слушали их, рассыпались. Говоря это, он вовсе не произносит хулы на Христа. Он достигает того, чего преимущественно желает. Если это дело, говорит, от человеков, то оно разрушится. Здесь, кажется, мне он предлагает им следующее заключение. Если же не разориться, то значит, что это дело нечеловеческое, чтобы нам не стать и богопротивниками. Сказал это с тем, чтобы удержать их и невозможность, и бесполезную. Если же оно от Бога, то вы не можете разорить его. Он не сказал, если Христос есть Бог, потому что самое дело доказывало это, не утверждал и того, что это дело нечеловеческое, или что оно божеское. Но убедить их в этом представил будущему времени и убедил. Если же он убедил их, то скажет, для чего они подвергли апостолов, бичеванию. Неопровержимой справедливостью слов его они не могли воспротивиться, но, несмотря на то, удовлетворили свою ярость и, кроме того, опять надеялись таким образом устрашить апостолов. К большему убеждению их ему способствовало и то, что он говорил это в отсутствии апостолов. И сладость его слов и справедливость говоримого убеждали их. Он почти был для них проповедником Евангелия, или лучше сказать, как бы обращается к ним с такими рассуждениями. Вы убедились, что вы не в силах разорить. Почему же вы не уверовали? Их проповедь так велика, что получает свидетельство и от врагов. Там восстали 400 человек, и затем много народа, а здесь первоначально было только 12. Следовательно, вам не нужно страшиться многочисленности нападающей на вас. Если дело это от человеков, то оно разорится. Он мог бы указать еще на другого, египетского возмутителя, но об этом говорить было уже излишне. Видел ли ты, как он в заключении речи своей устрашил их? Для того он и не высказывает своего мнения прямо, чтобы не показаться защитником апостолов, но выводит заключение из последствий дела. Он не решился прямо сказать, что это дело человеческое, или что оно от Бога. Если бы он сказал, что оно от Бога, то они стали бы противоречить, а если бы сказал, что оно человеческое, то они тотчас бы восстали снова. Поэтому он советует им дождаться конца, сказав, отстаньте. А они опять угрожают апостолам, хотя и знают, что нисколько не будут иметь успеха. Но все же настаивая на своем, такова злоба. Она часто домогается невозможного. Вслед за этим восстал Иуда. Об этом подробнее можем узнать из книги Иосифа Флавия, которая обстоятельно излагает историю этих событий. Иудейские древности, книга 18, глава 1, книга 20, глава 2. Видел ли ты, какое Гамалиил имел дерзновение, когда сказал, что это от Бога, так как их самых дел, из самых дел, убедил их в этом уже после. Действительно велико дерзновение, велико беспристрастие. Послушали, говорит всего писатель, и призвав апостолов, били и отпустили их. А они устыдились мнения советника и потому оставляют намерение умертвить апостолов, только подвергнув бичеванию, отпускают их. А они же пошли от лица соннища, радуясь, что за имя Христа сподобились принять бесчестие. Каких знамений это неудивительное. Ничего такого не было с древними, хотя Иеремия за слово Божие подвергался бичеванию, Несаи, Ильи угрожали и прочим. Между тем, здесь и этим самым, а не одними только знамениями, они являли силу Божию. Не сказал писатель, что они не скорбели, но они и скорбя, они радовались, откуда это видно, из последующего их дерзновения. Потому что и после бичевания они непрестанно проповедовали свидетельство об этом. Писатели говорят, и всякий день в храме и по домам не переставали учить и благовествовать об Иисусе Христе. В каких домах? В днях. Когда это происходило, то есть когда и бичевали, им угрожали, и когда увеличилось число учеников, тогда произошел ропот. Быть может оно возникло по причине множества учеников, потому что в таком случае не может не быть затруднений. И слово Божие росло, и число учеников весьма умножалось в Иерусалиме. Из священников очень многие покорились вере. Этим намекает и указывает на то, что и из тех, кто были виновниками смерти Христовой, многие уверовали. Произошел у еленистов ропот на евреях за то, что вдовицы их были пренебрегаемы при ежедневном раздаянии потребностей. Следовательно, для вдовиц было ежедневное служение. И смотри, как он называет это служением, а не просто милостынею. Возвышая через сто и подающих, и приемлющих. Это небрежение вдовицах происходило не от недоброжелательства, но, вероятно, от невнимательности по причине многолюдства. Потому это и поставлено было на вид, а зло было немаловажное, чтобы тотчас же исправить его. Видишь ли, как и вначале были неприятности не только от вне, но и внутри. Но ты смотри не на то только, что это исправлено, но и на то, что это было великое зло. Итак, братья, выберитесь среди себя семь человек. Не по собственному усмотрению они поступают, но сначала оправдывают себя перед народом. Так и теперь надежало бы поступать. Сказали, нехорошо нам оставивше слово Божие, пищись о столах. Сперва писатель указывает на несовместимость этих обязанностей и разъясняет, что невозможно ревностно выполнять то и другое вместе. Ведь и тогда, когда они приступали к рукоположению Матфея, сперва указали на необходимость этого дела, потому что одного не доставало, а надежало быть двенадцати. Так и здесь они выяснили необходимость. Впрочем, не прежде сделали это, как выждав, пока возник ропот. После же того уже не медлили, чтобы он не усилился. Сто тридцать семь. Смотря, не представляет дело на суд их, а сами предуказывает, чтобы это были мужи угодные всем и одобряемые всеми. Когда нужно было избрать Матфея, тогда говорили, который постоянно пребывал с нами, входя и выходя. Но здесь не так, потому что и дело было не таково. Поэтому они не предоставляют избрания жребию, а сами не совершают его, хотя недвижимые духом и могли бы избрать, но настаивают на том более, что окажется по свидетельству народа. Определить число и рукоположить. Когда была такая нужда, было их дело. Но избрать мужей достойных они представляют всем, чтобы не навлечь на себя подозрения в лицеприятии. Так и Бог повелел Моисея избрать старейшин, кого он знал. Для подобных распоряжений требуется много мудрости. Не подумайте, чтобы кому неверено было слово учения, тому не нужна была и мудрость. Нет. Нужна была и великая. А мы пребудем в молитве и служении слова. В начале и в конце речи они оправдывают себя. Прибудем, говорят. Так нужно было в этих делах поступать не просто и не как случилось, но постоянно пребывать. И угодно было это, говорит писатель, предложение всему собранию. Это достойно их мудрости. Все одобрили сказанное. Так оно было разумно. Отсюда видно, что они отделили избранных от народа и сами привели их, а не апостолы. Заметим, как писатель не говорит ничего лишнего. Он не объясняет, каким образом, но просто говорит, что они рукоположны были молитвой, потому что так совершается рукоположение. Возлагается рука на человека, но все совершает Бог, и его десница касается головы рукополагаемого. Если рукоположение совершается как должно, и Слово Божие росло, и число учеников весьма умножилось в Иерусалиме, и священников очень многие покорились вере. Не без намерения он прибавил это, но чтобы показать, как велика сила благотворительности и распорядительности. Затем, намереваясь приступить к повествованию о происходившем со Стефаном, он наперед представляет причины того, и многие, говорят, из народа священникова, покорилось вере. они видели, что то, о чем предлагал им свое мнение начальник и учитель, они испытывают уже на самом деле. И достойно удивлений, как народ не разделился при избрании тех мужей, и как не были уничижены перед ними апостолы. А какое именно сан имели они, и какое получили рукоположение, это необходимо рассмотреть. Не диаконское ли? Но эти распоряжения в церквах представляются не диаконам, а пресвитерам. Притом, тогда не было еще ни одного епископа, а только апостолы. Потому, кажется мне, наименования диаконов и пресвитеров тогда не различались ясно и точно. По крайней мере, они были рукоположены на это служение и не просто были назначены, но о них молились, чтобы им была сообщена сила благодати. Заметь, прошу, если нужны были для этого семь мужей, то как умножилось их имущество, как много было вдов. И молитвы совершались не просто, но с великим тщанием. Потому-то это дело, подобно проповеди, имело такой успех, так как в очень многом они успевали молитвами. Таким образом, им сообщены были и духовные дары. Они были посылаемы и в другие места, им верено было и слово учения. Но писатель не говорит об этом и не превозносит их, внушая тем, что не следует оставлять порученного дела. Так и Моисеем избранные старейшины были научены не все делать самим по себе. Исход 18.26. Потому и Павел говорит, чтобы мы только помнили нищих. Галатам 2.10. Пойми, как они избрали их деканов, постились, пребывали в молитве, так и теперь должно бы быть. Этих же писатель назвал не просто духовными, но исполненными духа и премудрости, показывая, что нужно было иметь великое любомудрие, чтобы сносить жалобы вдовица, что пользу свиной, хотя не крадет, но все растачает. Или будет дерзок и гневлив. В этом отношении Филипп был достоин удивления. О нем писатель говорит так. И войдя в дом Филиппа Благовестника, одного из семи пробыли у него, видишь, как у них ничего не делалось по обычаю человеческому. И число учеников в Иерусалиме росло. В Иерусалиме возрастало число верующих. Удивительно, что где Христос был предан смерти, там и распространилась проповедь о нем. И не только никто из учеников не соблазнился, видишь, что апостол подвергается бичеванию, одни им угрожают, другие искушают духа, а им и ропщут. Но все более умножалось число верующих. Так они были вразумлены происшествием с Ананией, и очень большой был страх между ними. Заметь, прошу, каким образом увеличивалось число верующих. Оно увеличилось уже после искушения, а не прежде того. Посмотри, сколь великое человеколюбие Божие из тех самых архиереев, которые возбуждали народ к убиению Иисуса Христа, которые взывали и говорили, других спасало, себя не можешь спасти, из тех самых, говорит, многие покорились вере. 139. Будем же подражать ему и мы. Он принял их, а не отверг. Так будем воздавать и мы своим врагам, хотя бы они причинили нам бесчисленное множество зол. Всем, что есть у нас добро, воздадим им. Не применим оказывать и им благодеяние. Ведь если терпя зло, можно удовлетворить ярость, и что гораздо больше благодетельствует им. Первое меньше последнего, потому что не все равно благодетельствовать врагу и пожелать или быть готовым претерпеть от него большее зло. От последнего перейдем и к первому, что и составляет преимущество учеников Христовых. Они, иудеи, распяли его пришедшего благотворить им, подвергли бичеванию учеников его, и после всего этого он удостаивает их такой же чести, как и учеников своих. Сообщая и тем свои блага наравне с этими. Будем увещеваю вас подражать Христу. В этом должно подражать ему. Это делает человека равным Богу. Это есть дело выше человеческое. Возлюбим милосердие. Оно есть руководитель и учитель любомудрия. Тот, кто научился быть милосердным к несчастному, научится и не злопамятствовать. А научившись этому состоянии, будет и благодетельствовать врагам. Научимся сострадать несчастьем ближних. Тогда научимся переносить от них и зло. Против самого того, кто враждует против нас. Не осуждает ли он сам себя. Не желал бы и он быть любомудрым. Не скажет ли он, что все это происходит от гнева, от малодушия или от досады. Не хотел ли бы и он быть лучше в числе оскорбляемых и молчаливо переносящих обиды, нежели в числе оскорбляющих и неистоствующих. Не с удивлением ли и он отходит от переносящего обиды терпеливо. так не делает презренными как нанесение обид и ничто так не делает почтенными как перенесение обид. Первый, причиняющий обиды, есть злодей, а последний, переносящий обиды, есть человек любомудрый. Тот ниже человека, а этот равен ангелам. Хотя бы оскорбляемый был и меньше оскорбителя, однако и он, если бы захотел, мог бы мстить. А как он не делает этого, то все и сострадают ему, а того ненавидят. Что ж, не гораздо ли поэтому он лучше первого? На того все будут смотреть как на безумного, а на него как на благоразумного. Поэтому если кто станет побуждать тебя, судить кого-нибудь, скажи ему, я не могу сказать что-нибудь худое про него, боюсь, что он быть может не таков. Никогда не говори худого о другом, даже и в уме, тем не ропщи на него и перед Богом. Если узнаешь, что об нем отзывается худо, защити его, скажи, это слова страсти, а не человека, гнева, а не друга, иступления, а не души. Так будем рассуждать при всяком прегрешении. Не ожидай, пока огонь возгорится, но прежде этого потуши его. Не раздражай дикого зверя, но удержи, прежде чем он раздражится. Ты уже не в состоянии будешь потушить, когда пламя разгорится. И что о нем сказали? Что он безумен и глуп. Но к кому более относятся эти слова? К тому ли, о ком говорят, или кто говорит? Последний хотя бы был очень мудрый человек, заслуживает названия глупого, а первый хотя бы и не был умен заслуживает названия человека благоразумного и любомудрого. Кто глуп, скажи мне, тот ли кто приписывает другому то, чего на самом деле нет, или тот, кто и при этом случайно смущается? Если оставаться спокойным, когда беспокоит, есть знак любомудрия, то раздражаться без всякого побуждения не есть ли великое безумие? Я уже не говорю о том, какое место наказания уготовано оскорбляющим и злословящим ближнего. Но еще что сказали о нем? Что он бесчестный из бесчестных, низкий из низких. Опять говорящий это обращает поношение на себя самого. Тот окажется честным и почтенным, а этот поистине низким. Поставлять в укоризну такие вещи, то есть незнатность происхождения подлинно свойственна душе низкой, а тот будет великим и достойным удивления, если он нисколько не думает об этом, но остается в таком положении. Как будто бы о нем говорили, что он имеет нечто превосходное перед прочими. Скажет ли, что он прелюбодей и тому подобное? В таком случае можно и посмеяться. Когда совесть не укоряет, тогда не может быть места гневу. Поняв, какие дурные и отвратительные произносят выражения, не следует скорбеть и от этого, потому что произносящий их уже открыл то, о чем всякий мог бы узнать в последствии времени, а через то сделал себя для всех уже незаслуживающим доверия, как человек, не умеющий скрывать недостатков ближнего, и таким образом постыдил более себя самого, нежели другого, заградил для себя всякую пристань и подверг себя страшной ответственности на будущем о тебе худо отзывается кто-нибудь а ты скажи если бы он знал все то и не это только сказал бы обо мне вы изумляетесь и удивляетесь сказанному но так должно поступать все сказанное вам мы заимствуем от вне не потому чтобы в писаниях не было бесчисленных на то доказательств но потому что это скорее может пристыдить вас и писание иногда имеет цель пристыдить например когда говорит язычники не то же ли делают пророк Иеремия привел в пример сыновей Рихава которые не согласились нарушить заповеди отца своего Иеремия 35 Мариам и другие вместе с нею роптали на Моисея но он свою молитву немедленно избавил их от наказания и не попустил чтобы кто-нибудь узнал что они за него наказаны число 12 а у нас не так напротив мы того особенно и хотим чтобы все знали что обида осталась неотомщенную да коли мы будем жить жизнью земною не может быть борьбы когда только одна противящаяся сторона если вооружишь ту и другую сторону неистов выщих то еще более раздражишь их а если только правую или левую то укротишь ее ярость наносящие удары когда имеют перед собой человека сопротивляющегося ему то еще более раздражаются а когда покоряющегося то скорее утихает и удары обращаются на него самого не столько украшает силу врага человек искусный в борьбе сколько человек оскорбляемый и не отвечающий тем же потому что враг наконец отступает от него посрамленный и осужденный во-первых своей совестью а во-вторых всеми видящими есть есть одна пословица почитающий других почитает самого себя следовательно и посрамляющий других посрамляет самого себя никто снова скажу не может обидеть нас кроме нас самих и бедным никто не сделает меня кроме меня самого а объясним это так пусть будет у меня душа низкая и все жертвуют мне деньги что из этого пока душа не переменится то все напрасно пусть будет у меня душа великая и все берут от меня деньги что из этого пока ты не сделаешь ее низкою то нет никакого вреда пусть жизнь моя будет нечистая а все говорят обо мне противное что из того они хотя и говорят так но в душе судят обо мне не так или пусть жизнь моя будет чистая а все говорят обо мне противное что же из этого ведь они сами себя судят своей совести потому что говорят не по убеждению не нужно принимать к сердцу как похвал так и порицание что я говорю никто не в состоянии будет повредить нам клеветою или каким нибудь порицанием если мы захотим того объясним это так пусть кто-нибудь влечет нас на судилище пусть злословит пусть если хочет домогается лишить жизни что значит несколько времени потерпеть это невинно но это самое скажет и есть зло напротив пострадать невинно это и есть добро что неужели нужно страдать не невинно так скажу при этом один философ из внешних язычников когда услышал что такой-то лишен жизни и когда один из учеников его сказал жаль что несправедливо а обратившись к нему сказал что тебе хотелось бы чтобы справедливо и он грехи не несправедливо ли лишен жизни кого же ты более жалеешь того ли кто лишен жизни несправедлив или кто напротив не считаешь ли ты последнего несчастным а первому не удивляешься ли что же несправедливо потерпел человек который от самой смерти получил большую пользу а не только что никакого вреда Если бы невинная смерть делала бессмертного смертным, тогда подлинно был бы вред. Если же смертного, которого по природе через несколько времени должно постигнуть смерть, кто-нибудь поспешил предать смерти со славою, то какой здесь вред? Итак, пусть будет у нас душа хорошо настроена, и тогда не будет нам никакого вреда от вне. Но ты не в славе. Что ж из этого? Что мы сказали о богатстве, тоже и о славе. Если я велик, то ни в чем не буду нуждаться, а если тщеславен, то чем больше буду приобретать, тем большего буду желать. Тогда-то в особенности я и буду знатен и достигну большей славы, когда буду презирать славу. Итак, познав это, возблагодарим Христа Бога нашего, даровавшего нам такую жизнь, и будем проводить ее во славу Его, так как Ему подобает слава с обезначальным Отцом и Святым Его Духом во веки веков. Аминь.